Никто и никогда не усомнится в том, что в играх серии Fallout есть много жестокости, причем не только той, что творит сам игрок. Различные персонажи этого мира сделали немало плохих вещей. Сегодня я бы хотел обсудить с вами тему уничтожения целых поселений и других моментов игр серии, где погибало много ни в чем невинных жертв. Спасибо за ядер лайк, приятного просмотра. Но перед тем, как начать это видео, я бы хотел порекомендовать вам канал TwinkleBlind, где регулярно выходят обзоры, новости и другой контент, связанный с Fallout и его модами. Кроме того, на канале запущен мини-сериал своего производства и серия трансляций, где авторов можно порасспрашивать об их творчестве. Подписывайтесь на TwinkleBlind, ссылка в описании. Так уж вышло, что история Fallout начинается с самого масштабного убийства жителей планеты Земля. Ядерные бомбы, упавшие на поверхность планеты, уничтожили не один миллиард человек, а оставшиеся в живых счастливцы остались разгребать последствия. Казалось бы, это должно научить людей, чтобы в будущем не повторять ошибок своих предков. Но война, как говорится, не меняется. Еще в первой части серии мы, чуть ли не с самого начала игры, можем встретить ханов, рейдеров с пустошей терроризирующих поселения. Затем в Джанктауне мы встречаем целый преступный синдикат, а в хабе и вовсе воров, бандитов и даже продавца человечиной. Но лишь попадя в город-могильник, можно осознать весь масштаб неизменчивости звериной натуры человека. Регуляторы, которые называют себя охранниками этого города, берут с его жителей деньги за защиту. При этом они убили сына мэра и столкнули последнего с другой организацией, Клинками. После того, как выходец из убежища сунул свой нос в этот вопрос, регуляторы показали свое истинное лицо, начав уничтожать всех и без разбора. К счастью, у местных жителей были защитники в лице клинков и главного героя. Во вступлении в Fallout 2 можно увидеть зверский расстрел мирных жителей убежища войнами Анклава. Солдаты этой культовой организации никогда не заморачивались вопросом нравственности. Их лидерам нужны люди для того, чтобы разгрести завалы базы Морипоза. Поэтому они просто берут рабочую силу из ближайшего поселения. После чего оставляют рабов умирать под землей. Самое смешное, что спустя сотни лет, когда многие поселения объединяются в государства, вражда между, казалось бы, в прошлом дружескими народами возникает с новой силой. Так, на западном побережье, уже после всех проблем с Создателем, Анклавом и так далее, начинается противостояние НКР и Легиона Цезаря. Причем последние ведут себя как самые настоящие дикари. Они приходят в города, сжигают людей в покрышках и вешают их на кресты. Творят они эти страшные вещи во славу Цезаря, одного человека, который смог повести их за собой. Как это обычно и бывало в истории. На восточном побережье все тоже неспокойно. Паладины Братства Стали, ученые Института и шпионы Подземки также враждуют, при этом не желая оставить никого из своих врагов в живых. Финал Fallout 4 это прямое доказательство того, что все они друг друга стоят, и ни за одну из фракций воевать не хочется. Посудите сами, за какую сторону пойдет главный герой, та и будет самой сильной и могущественной. Но в любом случае, эта организация должна будет уничтожить остальные две. Это максимально глупо, но оттого и страшно. Ведь они не могут ужиться на одной территории из-за разногласий и ненависти друг к другу. Взрыв огромного реактора Института, из-за которого погибла не одна сотня человек и синтов, тому подтверждение. О том, какие еще ужасные случаи геноцида в мире Fallout происходили, вы можете написать в комментариях, где мы и продолжим общение. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok